Врачам сейчас дано предписание не выписывать и не пользоваться теми препаратами, которых нет в больнице, и не давать возможности пациентам пользоваться теми лекарствами, которые они принесли с собой. А что же делать тогда пациентам, если в больнице ничего нет, как же им тогда что-нибудь, не могут лечиться, да? Действительно, какая-то ситуация получается. Вот пришел пациент, мне рассказывает журналист, к ней пришел пациент, к ней обратился, вернее, пациент, который приехал в больницу с тяжелой формой пневмонией, а ему говорят, что антибиотиков нет, а родственник говорит, давайте мы купим. А врач говорит, нет, нельзя покупать, потому что мы не имеем права, действительно, по закону, они не имеют права пользоваться препаратами, которые купил пациент и принес с собой. Действительно, есть такой закон, такой приказ Минздрава, по-моему, 1175Н, он называется в последней регионе 2017 года, и там черным по белому написано, что в стационаре не выписываются рецепты, а по 323-му федеральному закону за счет личных средств граждан стационарная помощь медицинская и диагностическая не оказывается. И что же тогда делать? А вот что делать. Я понимаю, что ситуация, она патовая, да, потому что получается, что пациент не может получить лечение, нет препаратов, а доктор не может позволить лечиться, потому что ему сверху надавили, и сказали, а ты, если выпишешь, мы тут тебя, значит, привлечем к ответственности. А вот здесь как раз надо объединяться пациентам и врачам. Согласен, Алексей? Да, абсолютно. Это логично, единственный, на самом деле, выход из ситуации. Конечно, врач, он должен стоять прежде всего на страже здоровья пациента. То есть он должен, все врачи должны, весь медицинский персонал должен встать за этого больного, и, значит, в программе государственной гарантии нет ограничений, кстати, по закупке стационарных разных лекарственных средств на лечение. Нет ограничений. Они должны покупать там, ну, это же там аукцион, да, тендеры они должны выиграть. Они должны, они могут, должны купить самое дешевое, потому что там должна быть конкуренция. Да. Но, тем не менее, больница может закупить тот препарат, который нужен пациенту, ну, для выздоровления, для лечения. Это закон здоровья такой, правда же? Да, и это входит в компетенцию руководителя учреждения. Поэтому доктора, у меня, я понимаю, что мы такую программу запустим. Она будет, наверное, непростая для докторов, потому что пациенты, конечно, будут знать свои права и будут либо отказываться покупать лекарства в стационаре, либо потом требовать за них деньги. И, наверное, вам доктора будут как-то говорить, будут какие-то приказы сверху поступать о том, что нельзя выписывать препараты и писать их в истории болезни, эти препараты, и купленные на деньги пациентов. Но я вас призываю не поддаваться никаким приказам сверху, вы должны выполнять свой долг, вы должны объединить, не то, что должны, это необходимо для всего нашего здравоохранения, для здоровья граждан, объединяться и свою задачу выполнять, объединяясь и докторами, и пациентами против вот этих вот незаконных приказов, там, главных врачей или администрации. Эти лекарственные препараты должны быть по законам Российской Федерации предоставлены бесплатно всем пациентам, которые проходят стационарное, кстати, и стационарное круглосуточное лечение, и дневной стационар. Поэтому это вот ответ мой на такой вопрос. Мы дальше, естественно, будем разрабатывать эту программу, но наша задача сделать не так, чтобы врачам было плохо, и их ругали за то, что они выписывают лекарства. У нас-то другая задача, у нас задача такая, чтобы в больницах были эти лекарства, которые обязаны быть по списку жизненно необходимых препаратов. Они должны там быть, и мы сделаем все, чтобы они там были, и в этом виноваты не врачи, и что их там нет, это виноваты чиновники, которые не выделяют, видимо, достаточно средств на здравоохранение, которое, кстати, должно быть выделено, насколько я понимаю. Но это немножко такое отступление. Я бы теперь хотела немножко рассказать, у нас уже время подходит к концу, ну, воровидное хотела сказать, да, то, что, ну, я очень рада за врачей, очень рада за население города, то, что все-таки, значит, Барсук Виктор Иванович самостоятельно написал заявление на увольнение, это здорово, ну, как здорово, я надеюсь, что ему предоставить какое-то другое место работы, где он себя найдет. И в данном случае я очень рада, что у нас, на самом деле, вот даже в Министерстве здравоохранения Московской области у нас есть замечательные люди, и такие чиновники, которые действительно показали в данном случае, что они работают, потому что они прислушиваются и к населению, они прислушиваются к врачам, и вот то, что Виктор Иванович сейчас покинул пост главного врача Видновской больницы, я считаю, что это, прежде всего, заслуга и населения, и врачей, и Министерства здравоохранения, которые их услышали, и большое спасибо лично министру Матвееву Дмитрию Александровичу, что он прислушался, на самом деле, вот после этого я вижу, что население поняло, что понимает, у них появилось такое понимание, что Министерство здравоохранения работает и прислушивается к ним, это замечательно. Я от всей души поздравляю членов нашего профсоюза, которые боролись там, стояли не на жизнь, а на смерть, Петр Петрович Бакшинский, особенно лично вам большое спасибо, и Василию Витальевичу Осокину, который там, ну, там, так получилось, что его заставили выйти из профсоюза, но это даже не имеет значения, все равно стояло до конца, и Лариса Алексеевна Волощук, которая все это подняла и сделала возможным. И я очень надеюсь, что судьба больницы будет решена в дальнейшем положительно, в том плане, что будет назначен тот главный врач, который принесет этой больнице расцвет. Да, вот, насколько я знаю, очень хотят, чтобы главным врачом был Патриан Эдуард Владимирович, я очень надеюсь, что Министерство прислушается и даст такую возможность это исправить. Вот, поэтому это такая победа, и я очень рада и надеюсь, что дальше все там будет хорошо.